Главному эфиру удалось собрать архивные видеоматериалы январского визита в белорусскую столицу нынешней кандидатки на пост лидера США. Как первая леди провела время в нашей столице, почему не угадала с гардеробом и кому из белорусов написала благодарственное письмо. Уникальная хроника и комментария очевидцев в репортаже Инны Пелевич. В свой первый визит в Минск она оделась слегка не по погоде. На этих уже исторических кадрах Хилари Клинтон спускается по трапу самолета в очаровательной меховой шапке, которую вскоре отправит обратно в багаж. Наслышанная о суровых зимах в СССР первая леди Америки не была готова к тому, что в недавно обречен независимость в Беларуси вполне мягкий европейский климат. Несмотря на то, что это была зима, она снежная зима была, но не так холодно было, в общем-то была теплая встреча. Его супругу там встретили, видите, с каким букетом цветов таких в январе, в 94-м году цветы. Это была большая такая редкость. Уже тогда, в 94-м, хозяйка Белого дома не оставалась в тени влиятельного супруга. На Минске визиты у нее были свои, отличные от мужа и по совместительству президента США планы. Если из аэропорта Билл Клинтон отправился возлагать цветы к монументу Победы, то его супруга Хилари поехала в 4-ю городскую детскую клиническую больницу Минска. К визиту высокие гости готовились. В медицинском учреждении провели косметический ремонт, а маленькие пациенты своими руками сделали сувениры. Мама одного из мальчиков, не зная английского языка, купила на стадионе своему сыну ночь, который находился на лечении, маечку, где написано было «Я не люблю Америку». И вовремя рассмотрели. Американская железная леди приехала не с пустыми руками. Будущая госпожа-кандидат передала двум столичным медицинским учреждениям гуманитарную помощь на 2,5 миллиона долларов. Физрастворы, дыхательные аппараты, антибиотики. После распада Советского Союза наша страна оказалась в сложной ситуации. Центр медицинской науки остался в России. Приходилось заново налаживать систему здравоохранения. И вот спустя уже более 20 лет независимости Беларусь сама оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам. Примерно через месяц после посещения она прислала мне благодарственное письмо, где благодарит меня за теплый прием оказанный ей в республике и выражает надежду на дальнейшее наше сотрудничество. До этого момента ходит легенда. Молчата американских политиков захватила в Минск с собой, кое не прикасалась к местным угощениям. Но найденная нами фотография скорее как контраргумент в больнице Хиллари пила чай из самовара. В Минск Клинтоны прилетели полным семейным составом знаменитых родителей и сопровождала дочь Челси. На тот момент девочка увлекалась танцами и посещала Вашингтонскую школу балета. Поэтому в белорусской столице у Челси Клинтона была своя индивидуальная программа. Сперва посещение хореографического училища, а затем просмотр спектакля в Большом театре. Ровесники и танцовщики подарили дочери 42-го президента США балетную пачку. С ней Челси Клинтон в компании мамы отправилась на спектакль. В тот январский вечер в афише Кармина Бурана в постановке тогда гремевшего на весь мир белорусского балетмейстера Валентина Елизарьева. Восхищенная спектаклем Челси и Хиллари подготовили для артистов цветы. После спектакля, что было очень приятно и удивительно, Хиллари вышла на сцену и каждому из артистов пожала руку. И вот это я очень хорошо запомнила, как она бежала. И я почему-то запомнила, как она увидела меня и так как-то сорвалась с протянутой рукой. И даже есть фотография. В общей сложности Клинтоны провели в Минске 6 часов. Если осенью 2016 года экс-первая леди победит на выборах, то белорусы смогут сказать, что принимали у себя сразу двух американских президентов в рамках одного визита. В главном эфире Инна Пелевич, Александр Горбачев, Иван Мартынович и Александр Олешко.